Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегеты мы продолжаем читать и объяснять Евангелие от Матфея. У нас 10 глава. Вот прошлая глава на чем завершилась? Там были слова Господа о том, что «жатвы много, а делателей мало». «Молите Господину жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою». И 10 начинается с продолжения этой мысли, с практического продолжения, как бы ответа на то, что Господь только что сказал. «И призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». То есть Господь пытается именно делателей послать на свою жатву, чтобы они уже во время земной жизни Спасителя получили навык проповеди и уже чувствовали, что они к этому призваны проповедовать. А как проповедовать, если ты не имеешь никакой силы? «И Господь, Он уделяет им от Своей благодатной духовной силы, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Вот, братья и сестры, на самом деле эти слова очень уникальны, удивительны. Почему? Потому что обычно ведь люди очень боятся бесов, нечистых духов, демонов. И то, значит, вот люди страдали все время, всю историю человечества от падших духов. А тут вдруг получается, что теперь люди будут гонять бесов, выгонять их. А почему? Потому что Сам Спаситель, Он от Своей силы уделяет ученикам своим власть над нечистыми духами. Это такой переломный момент, когда люди не просто освобождаются от падших духов, а начинают им повелевать, повелевать именем Христовым силой Божией. Ну и, конечно, врачевать болезни, всякую немощь. Это, конечно, чуть поменьше, но тоже очень значимо. Двенадцати же апостолов, имена, суть сии. Вот что тоже интересно, что обо всех учениках не повествуется на страницах Евангелия, или если повествуется о ком-то, то очень и очень мало. И так, чтобы вот прям вот имена двенадцати, до этого упоминались там вот пять учеников, потом еще в Евангелии от Иоанна там пару учеников еще упоминаются. То есть не обо всех подробно написано, о ком-то почти ничего не сказано, но вот тут, по крайней мере, их имена приводятся. Двенадцати же апостолов, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром. Что интересно, что имя Симон, оно то же самое, что и Симеон, Шимеон. Это ветхозаветное еще такое имя, называемый Петром. Петр, то есть камень, вера его будет крепкой, как камень, конечно, не сразу. Поначалу тоже такие колебания, но Господь возведет его. И, видимо, Петр, апостол, все-таки действительно выделялся среди других учеников таким авторитетом. Может быть, и постарше был он возрастом, потому что его всегда упоминают первым. И Андрей, значит, первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его. Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его. Это сыны Зеведеевы, да, или Вонергес еще спаситель называл их сыны Громова. Но в том смысле, что, это в духовном смысле, что их вера, их ревность о Господе была такая вот пламенная, как гремит гром. И, значит, да, вот все апостолы, они здесь попарно идут, перечисляются попарно, потому что их спаситель так и посылал на проповедь, чтобы по двое шли, и так легче проповедовать и поддерживать друг друга нужно. И вот они перечисляются, значит, дальше. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, вот здесь евангелист Матфей самого себя упоминает, и при этом ставит к себе такой пренебрежительный тоже эпитет, мытарь, со смирением пишет. Он мог бы этого не писать уже, но вот нечто уничтожительное о себе все-таки оставляет. Да, конечно, до предательства еще далеко, но уже евангелист Матфей здесь это упоминает, чтобы как бы выделить, да, и, ну, понятно, что Иуду и Искариот, то его на самом последнем месте в этой связи должны были поместить, и так и поместили, да, ну, видимо, постепенно зрел у него вот этот план предательства, и вообще трудно разобраться, почему он именно так поступил, искал ли он выгоды или там чего еще, но в любом случае есть определенная такая тайна греха, тайна предательства, и, видимо, какая-то внутренняя неустойчивость человека, когда подспускается дьявольское искушение к сердцу, а их нужно сразу же отсекать. Ну, и тут еще, что может быть для нас важно, что все-таки, если бы, понимаете, хотели евангелисты, они могли бы про Иуду так вот как бы меньше еще упоминать, но тут все-таки он ставится в разряд учеников, и получается так, что, да, вот Иуда, да, который предал, все-таки он среди учеников, и здесь вот для всех для нас урок, что как бы не пытались собрать вот сообщество самых таких вот верных учеников христовых, все равно где-то вот дьявол пролезет, будет искушать, кого-то ужалит, и яд дьявольского искушения будет действовать, из предателя, они появляются на протяжении всей истории человечества и, видимо, будут до скончания века, но, тем не менее, верных людей оказывается больше, то есть только один из двенадцати был Иуда-предатель, поэтому никто, пусть и сейчас не попрекает нас в том, что встречаются люди, ну, не устоявшие, не очень верные или предающие, потому что среди учеников тоже был предатель. А сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, и вот Спаситель отправляет на небольшую такую проповедь своих учеников и дает им важное предписание, на тот момент необходимое. «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипачек погибшим овцам дома Израилева». Ну, а почему так? Потому что еще не были готовы апостолы идти к язычникам. Вот когда уже в книге «Деяния», то там перед Вознесением Спаситель прямо говорит, что «Вы будете мне свидетелями по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть вообще вся земля и там, где язычники живут, будете мне свидетелями и моего Евангелия. А вот здесь еще нет, они еще не готовы. И проповедовать надо начинать, так сказать, со своих, овцы дома Израилева. А то, как у нас получается, что иногда человек обратится, и он в семье не может порядок навести, но при этом где-то вот он едет там с какой-то, как он думает, проповеди, начинает кого-то поучать, тогда как у себя дома не смог жизнь самых близких выстроить по евангельским заповедям. То есть начинать нужно стараться от преображения самого близкого круга, если, конечно, получится, потому что имеется еще и другое, конечно, предостережение, что никакой пророк не принимается в Отечестве своем. Так что задача, она непростая. Но вот сказано, что вы пока не ходите к язычникам, и в самарянские селения тоже не ходите, потому что вы еще неопытны. А в самарянских селениях вас особо не будут приветствовать. И что ж тогда надо, как Иоанн и Яков, как это в Евангелии Танна, по-моему, что вот давай не изведем на них огонь с неба, но сын-то человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Поэтому во избежание лишних искушений пока вот просто среди иудейских селений. А дальше уже это то, что более универсального значения наставление Господа. Не конкретно вот ту их проповедь, как это предписания были сейчас только по Иуде. А вообще, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Вот о чем надо благовествовать. О том, что Царство Небесное уже близко, и скоро душу людей будут приниматься в рай, поэтому нужно жить достойно рая, достойно Царства Небесного. Больных исцеляете, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете. Даром получили, даром давайте. Ну, тут вот эта фраза, она очень показательная. Даром получили, даром давайте. Она вызывает очень много споров, дискуссий, что, значит, не должно быть вообще в церкви никаких упоминаний о денег. Но если брать конкретный контекст, здесь идет речь о чудесных дарах исцеления, очищении прокаженных. Ну, скажем, вот святой человек, он молитвы своей, он обращается ко Господу, и Господь по его молитве очистил прокаженного или даже воскресил мертвых. Неужели мы думаем, что святой человек, он будет это совершать за деньги? Ведь благодатные дары чудесные, исцеление, воскрешение мертвых, изгнание бесов, это вот от Бога действительно, и это может быть, ну, только бескорыстно и без участия каких-либо средств денежных. Никакой святой человек, который изгоняет бесов или исцеляет больных, он не скажет, давай вот ты мне деньги, а я тебя взамен этого исцелю или освобожу от падшего духа. То есть, даром получили, даром давайте. То есть, вот эти все сверхъестественные дары, они действительно только бескорыстно. А сама, конечно, жизнь христианина в общине или в священнослужителе, он, конечно, семья его, это все то, что нуждается в материальном обеспечении. Ну, а если есть чудесные дары, то пусть все это действительно будет даром. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. И тут-таки, опять-таки, надо понимать, о чем говорит Спаситель. То есть, не всегда требуется буквализм в исполнении, потому что, ну, представьте, что не брать двух одежд, а если ты идешь проповедовать, скажем, к эскимосам или на Чукотку, вот как ты без двух одежд, даже без трех, без четырех одежд обойдешься, замерзнешь просто на пути, и на этом вся проповедь закончится. То есть, понятно, что речь идет не об этом, а о том, что когда ты отправляешься на проповедь, то должен понимать, что успех проповеди зависит не от количества одежд, не от того, что взял ты посох или нет, снабдил себя деньгами или нет, а от того, насколько ты искренне предан своему делу, насколько ты искренне проповедуешь Господа Иисуса Христа. А вот если ты верен Господу и уповаешь прежде всего на Бога, то это и будет основной силой, которая поможет тебе в проповеди. И самое главное в конце сказать, ибо трудящийся достоин пропитания. То есть, те люди, которые примут проповедь, они, естественно, тебя отблагодарят. Ты им глаза открыл, то есть, ты им открыл тайны Царства Божия. Они свободу сердца ощутили. Вот люди жили во грехе, все было плохо, все не так. И тут вдруг благовествуется прощение грехов. Люди обращаются ко Христу. Действительно, в таинствах церкви получают освобождение. И как будто крылья у человека ангельские появляются. Он готов парить после такой исповеди, освободившись от грехов. Естественно, он сам, если он хочет, если есть чем, он, естественно, сам готов церковь отблагодарить. И тут на самом деле даже не нужно ставить вопрос о деньгах, потому что люди с благодарностью идут и от своего сердца благодарного, искреннего что-то жертвуют. А ты должен думать исключительно о служении Христу. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. И там оставайтесь, пока не выйдете. Получается, что не нужно останавливаться у людей сомнительной репутацией, так как это может сказаться на проповеди не очень хорошо. Нужно все-таки христианам опираться на людей более-менее все-таки с чистой такой порядочной жизнью и, отталкиваясь от этого, уже вести свою проповедь. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. И сейчас это, кстати, тоже вошло в слово употребление, даже в простом народе, когда кто-то приходит из православных христиан в гости к другому, то говорит «мир дома сему», ему отвечают «с миром принимаем». Ну, конечно, это не обязательно правило, что вот именно так надо. Но, отталкиваясь от Евангелия, многие люди стараются именно так вот свой быт обустраивать и вот так вот приветствовать других людей. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, как некое благословение Божие. Когда вы заходите, говорите «мир дому сему», то есть вы идете с открытым искренним сердцем, с добрыми намерениями, и вы молитесь, чтобы Господь благословил живущих в этом доме. Если они достойны, то на них почият вот этот мир, который от Господа нисходит. «А если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». То есть ничего вы не потеряете от того, что желаете добра людям, и даже если они как-то потом плохо к вам отнесутся, наше дело – желать людям только добра. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Какой интересный поворот. Вот казалось бы, что Господь, Он только вот милостью, доброту являет, такое благорасположение, и заповедует, что вот вы там, значит, благословляете проклинающих, поставляете щеки, вот мир дому сему. А тут же Спаситель все-таки добавляет, что есть и другая сторона. Это та, что Господь, да, Он милостивый, любящий Отец, но Он же, и когда нужно, Он и строгий судья. И те дома, имеется в виду и сообщество человеческое, которые отвергают Христа и отвергают служителей Христового, вообще христианства отвергают, они, конечно же, лишаются благословения Божия и подвергнутся определенному наказанию. Ну и, соответственно, если вот не приняли вас, да, говорит Спаситель ученикам, то отрисите прах от ног ваших. Вообще была такая традиция, сложившаяся в то время, когда иудеи возвращались из языческой страны, да, то, входя к себе на территорию, они отрисали прах, дабы не быть ничем связанным с людьми, живущими в язычестве. Там ведь всякие нечистые обычаи были. И вот это отрисение праха означало, что мы не имеем ничего общего с вашими нечистыми обычаями. Ну и кроме того, как святые отцы толкуют, говорят, что мы вообще от вас ничего не берем, и даже праха вашего нам не нужно. И те, кто отвергают Христово свидетельство, они будут наказаны, сказано, даже вот как бы более, да, чем Содом и Гамора. А почему так? Потому что в Содом и Гамора там все было плохо. Там настолько вот пороки захватили людей, что просто вот зашкаливало безумие. И ангелы были посланы к Лоту, значит, только они приходят, и собираются тут же вот эти вот порочные, одержимые нетрадиционной ориентацией Содомляне, и говорят, ты выведи к нам вот этих двух твоих путников, и мы, так сказать, вот некие нехорошие действия предпримем. Понимаете, насколько там все зашкаливало от греха. И ангелы навели на них слепоту, а они, представляете, они все равно слепые, ползают вокруг дома Лота и ищут вход. То есть, когда даже явное вразумление Божие, ну представьте, слепотой наказаны Содомлина, они слепые вот эти вот вокруг дома ползают и ищут вход. То есть, мозги настолько переклинило вот эта страсть греховная, что никакое вразумление уже на них не действует. Вот что такое земля Содомская и Гоморская. А тут получается, что люди без этих вот пороков, да, наделенные здравым вроде бы сознанием, и они не хотят принять благовестие Христово. А почему не хотят? Ну, кто-то вот по гордыне, да, кто-то по самоуспокоенности. А проще сказать, им Христос не нужен как исцелитель, как спаситель от их грехов. И таким людям может даже оказаться в день суда хуже, нежели жителям Содома и Гоморры. Ну, кроме того, те это были уже наказаны на земле, поэтому как бы некое снисхождение, но все равно судимы будут, конечно. Да, но есть, в общем, некая строгость в словах спасителя. А дальше Господь приоткрывает некие тоже такие вот реалии, которые случатся не только с апостолами, но и с их преемниками, с любыми благовестниками Евангелия. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просто, как голуби. Оказывается, что вы пойдете не как там какие-то охотники, которые за волками бегают и умершляют волков, а как овцы, то есть беззащитные, внешне беззащитные, но вы будьте мудры. И мудры змеи в данном случае – это осторожность и осмотрительность, потому что змея сама себя не подвергает опасности. Это не хитрость какой-нибудь лисицы, которая ворует кур из курятника, или хитрость там, я не знаю, еще каких-нибудь, гиены какой-нибудь. А это мудры змеи, которая старается вот осторожно действовать, но в то же время быть простыми, как голуби, то есть отличаться чистым кротким нравом. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Спаситель напрямую это предсказывает. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». То есть все-таки, да, будет свидетельство перед язычниками, даже перед правителями, перед царями будет свидетельство, но какое? Посреди гонений. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас». Ну, во-первых, интересно, что дух отца ваш, то есть отец, Господь на небесах, он ваш отец, а вы чады его. И дух отца вашего, то есть дух святой, он настолько вот просветит в эти трудные минуты, что вы найдете, что сказать. Ну, действительно, перед лицом даже такой, может быть, смертной опасности. У кого-то, конечно, страх, да, а в ком-то, наоборот, открывается нечто в сердце такое наиболее подлинное, искреннее, и он от сердца говорит так, что сами гонители просто вот они слушают и становятся учениками христовыми. И таких случаев их было очень и очень много. Господь не оставит посреди гонений своих учеников и будет просвещать их Духом Святым. Но Спаситель продолжает приоткрывать вот эти страшные реалии, которые последуют. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». То есть, к великому сожалению, когда евангельское свидетельство начнется, то пойдут разделения. И даже в семьях кто-то, ну вот он настолько фанатично привержен к язычеству, что отказ брата от язычества или отказ детей от язычества будет восприниматься ими как предательство. И в семьях случались такие трагедии, когда за принятие христианской веры просто-напросто умершляли. И будете ненавидимы всеми, ну кем всеми? Теми, кто не хочет принять Христа. Но претерпевший до конца спасется. Не просто претерпевший, а претерпевший до конца. То есть, не так, что ты полпути прошел, а потом развернулся и ушел. Нет, терпение должно быть до самого конца. То есть, вот сколько Господь попустит претерпеть, вот надо до конца быть верным. «Когда же будут гнать вас в одном городе? Бегите в другой». Не нужно тоже фанатично вот здесь, если, ну не принимают, да, если гонение на вас подымается, то ищите те места, где вас услышат. «Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». Вот эти слова, они вызывали много научных таких вот обсуждений у библеистов, у толкователей. Как понимать? Некоторые объясняют это как в самой близкой перспективе, что вот Спаситель посылает учеников сейчас вот прямо на проповедь, и они не успеют обойти еще всех городов израильских, как уже опять встретиться со Христом, ведь Спаситель им не сопутствует в этой их проповеди. Они не успеют все обойти с проповеди, и уже встретятся с ним, и будут опять рядом с Господом находиться, пока он дальше благовествует и идет к Голгофе и к Воскресению своему. Но есть также объяснение, это в таком более дальнем смысле, в дальней перспективе, что, может быть, так оно и получилось, что как ни пытались с проповедью пройти города Израиля, если даже сейчас посмотреть на государство Израиль, они не просвещены евангельским благовестием. Если взять даже статистику, то вот сколько живет, значит, людей в государстве Израиль, и христиан там не более 2%, мусульман побольше, значительно даже больше, а вот иудеев что-то там ближе даже чуть ли не к 80%. Ну, понимаете, что государство Израиль проповедью Евангелия до сих пор не просвещено, и осуществить это очень трудно. Там благовестие евангельское, оно просто вот запрещено, вы не сможете проповедовать. А это вот нужно, это задача. Действительно, что вы не успеете обойти городов Израилев, как уже приедет Сын Человеческий в своем втором пришествии. И дальше Спаситель, произносят тоже такие слова, которые нуждаются в толковании, «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» Такое образное выражение, да. О чем речь? Спаситель говорит, что если меня гонят, то значит будут и гнать и вас, потому что ученик не выше учителя. Если учитель подвергается гонениям, то ясно, что и ученики его тоже будут подвергаться гонениям. И если меня отвергают, то будут отвергать и вас. А дальше Спаситель ободряет своих учеников. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Потому что все это откроется, и злые намерения гонителей ваших вскроются, и будет открыта также ясна ваша верность Богу, и на суде Божием все это откроется, и кто будет оправдан? Ясно, что будут оправданы искренние вот эти служители Господа, которые были кротки, как голуби, старались, конечно, соблюдать и мудрые змеи, но все-таки претерпевали страдания, потому что были посланы, как овцы посреди волков. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуете на кровлях». А это значит что? А это значит то, что в христианстве нет эзотерических тайн. Вот как в некоторых оккультных направлениях, там вот только для своих тайные какие-то эзотерические, мистические сведения, которые должны соблюдаться среди избранников, и другим не раскрываются. Христианство, оно открыто для всех. И когда кто-то приходит в церковь Христова, он приобщается вот к общему церковному, соборному знанию и вероучению, и традиции духовной жизни, преданию, духовной жизни, духовно-нравственному преданию. И это для всех. А не так, что есть только какой-то узкий круг избранных, которым что-то приоткрылось, а другие вот вне этого. Нет, в христианстве никакой эзотерики мы не найдем. Эзотерика, она только среди оккультных течений. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Вот такие тоже грозные слова. Но если напрямую объяснить их как, Спаситель говорит, да, будут вас убивать, но не бойтесь, потому что все люди покинут земной мир, но не все после своей телесной смерти попадут в рай. Поэтому вы не бойтесь тех, кто лишает вас телесной жизни. Вот как знаете, мы живем на земле, да, и можем где-то, ну, по такому несчастному стечению обстоятельств встретиться с грабителями, ворами, которые украдут нас что-то, или вот эти вот мошенники, которые обзванивают по телефону и оставляют людей без средств. Но надо понимать, да, вот есть вот эти воры, но они украли всего лишь там какую-то сумму, а сами вы оставьетесь живыми, понимаете? То есть это вот главное, что, ну, какой-то ущерб вы претерпели, но пусть это не затрагивает вашего сердца, потому что самое главное, чтобы сердце обращалось и посвящено было Богу, а не греху. И тогда в сердце будет нечто более высокое, нежели в сердцах у тех же самых воров и грабителей. И также вот если кто-то, как грабитель, похитит жизнь человеческую, да, это неприятно, это очень неприятно, как и с теми же мошенниками, которые воруют деньги, очень неприятно. Но душе такого человека они не смогут повредить. Душа его остается с Богом, а впоследствии Господь воскресит и тело, пусть похищенное кем-то, да, умершленное, но все равно такой человек, он будет оправдан пред Богом, его жизнь будет оправдана пред Господом, и страдания его не напрасны. Поэтому больше надо бояться суда Божия, вот того, кто может вергнуть и душу, и тело в гиене огненной. И все вот эти вот лукавые люди, которые нераскаянно живут за чужой счет, и грабители, и прочие, вот они как раз подпадают под этот суд, и их можно только пожалеть, что вот так они вступили на подобный пагубный для себя путь. А мы бояться их не должны. И дальше Спаситель, как бы он пытается вот эту истину еще более развить. Не две ли малые птицы продаются за Осари? Осари – это очень мелкая монета. И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. То есть да, вот, конечно, птички падают и там замерзают, что угодно, но есть некий промысл Божий, что в нашем испорченном грехом мире все заканчивается смертью и сопровождается страданиями. И к людям это относится тем более. Вот когда я жил на Святой Земле несколько месяцев на Елеонской горе, то там вот монахиня Рафаила, она уже отошла ко Господу в пандемию коронавируса, приставилась. А вот монахиня Рафаила, она из арабов сама, ее в детстве отдали в монастырь воспитываться. И так вот она уже что-то там с восьми лет воспитывалась как монахиня фактически. Всю жизнь прожила в искреннем таком благочестии, ну, в общем, подвижница нашего времени. И вот она рассказывала про своего отца, какая история у них случилась, что отец с другими рабочими трудился в амбаре, где зерно. И, значит, вдруг поначалу даже не придали значения, потом смотрят, прилетает оса, берет зернышко и куда-то улетает. Потом опять прилетает, улетает. Тут смотрят, повторяется это. И они настолько удивились, что оса, которая вообще, значит, ну, может быть, она может что-то поднимать. Но тут она, значит, берет зернышко, куда-то летит. Решили посмотреть. Пошли, куда она летит за ним. И оказалось, что оса прилетает в такое место, где сидела слепая птичка. И вот оса клала зернышки, потом улетала, а птичка как-то вот нащупывала эти зернышки и склёвывала их. И они настолько удивились. И, в общем, отец, он пронёс эту истину через всю свою жизнь, что оказывается, что Господь даже о птичках таких заботится, которые вот слепая птичка, и посылает ей такую осу, что она приносит зернышко. Понятно, что это Господь устроил не ради, может быть, птички, не ради осы, а вот ради этих людей, которые, арабы, они очень бедно жили, в скудости, много трудиться приходилось. И Господь показывает, что никто не оставлен. Вот своим божественным промыслом Господь охватывает весь мир, и если ты верен Богу до конца, то вот положи, что Он подаст тебе то, что необходимо. Да, есть и страдания, потому что таков мир вне рая. Тут все страдают, тут всё ломается, всё, значит, разваливается, тут и болезни, и скорби, но при этом всё это включено всё равно в Божий промысел, и Господь как-то это направляет к нашему спасению, и проявляет о нас всё равно заботу. И вот монахиня Рафаила, она пронесла эту истину через всю жизнь, и это нам тоже наставление, это вот как некая иллюстрация к тому, что и малые птицы, они не забыты у Бога, вот о чём Спаситель говорит. «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». То есть вот главный итог, что да, и о птичках заботится, но вы не бойтесь, потому что вы лучше многих малых птиц. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того, и Я пред Отцом Моим Небесным». Ну, понятно, о чём идёт речь, о том, что если ты сначала одно, потом, значит, другое, вроде бы ты в душе веришь, да, у меня Бог в душе говоришь, а потом, значит, в какой-то компании появился, и стыдишься своей верой, и вот эта двойственность, что ты то туда, то сюда, это означает, что душа твоя всё-таки не до конца устремлена к Богу. А раз не до конца устремлена, то и от Бога не воспринимает благодать Божию. И ясно, что всё-таки с Господом ты вот не можешь так присутствовать. Нужна цельность, целеустремлённость, прочность, и если с Господом, то значит с Господом. Ещё дополним, что вот уже много накопилось такого опыта исторического, 20 век, да, эпоха гонений на христиан, эпоха новомучеников, на эпоха предательств. И что показывает этот опыт? То, что те, кто оказались верными Христу, даже если они прошли через страдания, они не пожалели о своей верности. А те, которые предавали, подписывали какие-то там соглашательства, предавали других, даже если их путь не был наполнен такими муками, они всё равно об этом очень жалели и носили в душе своей вот некое мучение. Верность Богу, она приносит в конечном итоге благословение душе такого человека, и такая душа обретает внутренний покой. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не мир пришёл я принести, но меч. А вот эти слова вообще кажутся такими страшными. Но Спаситель поясняет. «Ибо я пришёл разделить человека с отцом его и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её, и враги человеку домашние его». Вот эти слова могут показаться нам пререкаемыми, а тут о чём идёт речь? О каком мече и о каком разделении? Вот как толковал это место святитель Николай Сербский, что Господь приносит меч, который разделяет между лживыми и верными Богу, между блудниками и целомудрями. Ну какое действительно может быть между ними общение, когда эти вот верные Богу, да, стараются работать над собой, а те живут своё греховное плотское удовольствие, и Спаситель действительно приносит меч, который разделяет между истиной и ложей, между правдой и обманом, между целомудрием и развратом. И невозможно тут никакого смешения. И даже может получиться так, что в доме кто-то посчитает тебя за врага. То есть смысл слов «и враги человеку домашнего» не в том, что ты считаешь их за врагов своих, ибо Господь говорит «любите врагов ваши», даже если они поступают как враги, ты их люби. Но они могут стать врагами для тебя, посчитав тебя за врага. И это наблюдается и по сей день. Есть даже государства, где за принятие христианства там просто будет смертная казнь последует, и даже родители отрекаются от таких детей, которые приняли христианскую веру. Ну, дополню только к этим словам строки из древнецерковной книги «Дедахи», в которой описывалась жизнь христианского общества в первом веке. «Дедахи» значит «учение 12 апостолов», и там есть такие слова «вы же любите ненавидящих вас, и не будет у вас врага». То есть, если вы сами любите кого-то, даже пусть он тебя ненавидит, ты его не считаешь за врага. Ну, а он, к сожалению, может поступать действительно как враг. Но на этом слова строгие Господа не заканчиваются. Дальше он произносит «кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня». А это что значит? А это значит, что надо помнить, а от кого нам даются родители, или кто посылает нам детей. От Господа все это подается. Поэтому, когда Бог будет на первом месте, то все остальное станет на свое место. А если ты вот ставишь на первое место ребенка, то ребеночек потихонечку взрослеет, потом, значит, в переходном возрасте и начинает вести себя не так, как ты ожидал, идеализируя его, и потом ты сам с ним не ладишь. Почему? Потому что забывал про Бога, который подает тебе ребенка, и в заповедях которого, то есть в заповедях Божьих, ты должен был воспитывать своего ребенка. Без Бога не сможешь спасти свою семью, без Бога не сможешь правильно воспитать своих детей. И как дети твои станут детьми неба, чадами небесного Отца, если ты Бога небесного Отца не будешь ставить на первое место. Вот о чем слова нашего Спасителя. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Это речь, конечно, о взятии трудностей нашего жизненного пути. Крест – это те жизненные невзгоды, которые попускаются нам Господом. Ну, иудеи того времени, они видели, что такое крест, потому что римская власть, она казнила ряд преступников через распятие, и осужденный он внес к месту казни верхнюю перекладину креста, понимаете, на себе как бы уже настраиваясь на вот эту вот мучительную смерть. И, соответственно, вот это несение креста сравнивается вообще с трудностью жизненного пути, с теми как бы наказаниями, казнями на нашем жизненном пути. Но, оказывается, все это может обернуться к нам во спасение, если мы принимаем это как неспосланное от Бога, вот как благоразумный разбойник. «Достойный по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царствие Твое». То есть получается, что вот тот благоразумный разбойник, он как раз в каком-то смысле становится исполнителем вот этого наставления спасителя о том, что вот надо взять как заслуженный жизненный крест и нести его. И получается, что тот человек, который пытается сохранить себе жизненный комфорт, то, что душа, сберегший душу свою, душа в данном случае – это вот жизнь человеческая, подразумевается. Тот, кто все время пытается сохранить жизненный комфорт, как бы заботиться о своей душе, о ее покое, нежит, тешит, на самом деле он губит свою душу. А вот тот, кто посвящает себя, скажем, борьбе со страстями своими, а борьба со страстями, она сопровождается и внутренними болями, внутренним терзанием, потому что тяжело расставаться с греховными привычками. И кажется, что как будто ты вот теряешь свою душу, но ты теряешь ее ради Христа, чтобы обрести ее в жизни вечной. И вот такой человек сбережет ее. Ну и дальше Спаситель уже обращается непосредственно опять к проповеди своих учеников. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, то есть учеников христовых, они еще малы, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть тот, кто принимает христианство в лице учеников христовых, тот сподобляется благословению от Божия. И что значит, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка? Ведь речь о том, что пророки, они провозвестники воли Божьей, заповедей Божьих. И если ты действительно принимаешь пророка или апостола, который несет слово Христово, или вообще человека духовного, который несет тебе слово духовное, то ты невольно уже открываешь свою душу для восприятия этого слова, восприятия воли Божьей, заповедей Божьих. И ты приходишь к единомыслю и единению с пророком, с апостолом, с духовным человеком. И, соответственно, сподобляешься той же самой райской награды, которая положена этим праведным людям. И даже если кто-то напоит просто чашей холодной воды ученика Христова, он не лишен будет милости Божией, потому что Господь даже такие вот мелкие проявления милосердия очень высоко оценивает, и это может обернуться спасением такого человека. Иными словами, путь к спасению пролегает через милосердие. Без милостивого сердца трудно воспринять евангельские учения, учения Христа Спасителя. Да и, собственно, само учение Христово, оно ведет к тому, что сердце человеческое будет смягчаться. Но, братья и сестры, на этом мы закончили 10 главу. В следующий раз Божьей помощью мы продолжим толковать Евангелие от Матфея. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Продолжение следует...